Это станина от советской зенитной пушки 52К. Это зенитная пушка калибром 85 мм. Если брать по 1941 году, вообще это зенитное орудие, которое предназначено для борьбы с авиацией, но очень часто ее использовали на танкоопасных направлениях. Пушка вся в следах пуль. Она побывала не в одном бою. Привезли орудия из Смоленской области. Здесь, в здании патриотцентра, собраны экспонаты, многие из которых чудом сохранились в годы сражений и дошли до наших дней. Но ценнейшие, как говорят сами поисковики, личные вещи красноармейцев. Особенно эмоциональные находки получаются, если удается установить имя бойца. Музей Великой Отечественной войны существует в городе давно, с 2013 года. Однако на старом месте его пришлось закрыть. Это наш музей, который функционировал несколько лет. Он прекратил свою работу полгода назад. И вот, используя наш экспонат, точнее, часть экспонатов, где-то примерно одна шестая от того, что у нас располагалось в музее, мы организовали вот здесь, в стенах патриотцентра, при их содействии, вот такой уволок экспозицию, можно сказать, комнату боевой славы и истории поискового движения Рязанской области. В арсенале музея экспонаты, которые рязанские поисковики собирали в течение 10 лет. Их привозили с вахт памяти из боевых регионов нашей страны. Здесь предметы из Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской области, из Керчи и из Рязани. Хотя боевые действия затронули лишь некоторые районы нашей области, память о тех страшных годах сохранилась в виде предметов тех лет и на нашей земле. Есть музеи и предметы из личных коллекций поисковиков, и те, с которыми связаны имена легендарных героев. Предметы самолета Аэрокобры, это ленд-лизовский самолет, представляемый из США, и именно это были запчасти самолетом, которым летал герой Советского Союза, летчик Федоров. Федоров, он в свое время был даже ведомым у знаменитого трижды Герой Советского Союза Покрышкина. К сожалению, здесь мы их не представили, то есть в этой экспозиции вполне возможно при расширении эти экспонаты снова займутся. В коллекции музея уникальные экспонаты, которые пока не представлены, ждут подходящего помещения. Возможно, уже в скором будущем жители города смогут увидеть и другие экспонаты. А пока эта небольшая часть коллекции заняла свое место в Патриот-центре, и уже в день открытия школьники из двух городских школ посетят комнату с экскурсией. Продолжение следует...